Опять у меня все как всегда. Это, как ни странно, не завтрак. Это мой обед. Я не успеваю просто сейчас даже что-нибудь себе сделать. Такое вот там даже кашу заварить. В общем, перекусываю быстро. И нужно бежать на почту и опять в ФМС ехать. Уже в районный, чтобы узнать там тоже всякие нюансы, мелочи. Все, кто кушает, приятного аппетита. Сделала все дела свои. Иду, купила рыбу. И буду сейчас ее точить. Так, вот что я взяла. Это у меня уже почищенные бычки. Вышло оно на 84 рубля. Вот это все. Так, это у меня одна вобла на 25 рублей. И взяла тарань. Вышло три штучки мне на 53 рубля, грубо говоря. И она такая, не очень сухая. Я очень люблю такую прям дубовую-дубовую. И с икрой, чтобы была. И беру я все всегда в хмельнике. Вот у нас такое, как пивомагазин. Да, там специализируется именно на пиве, на всякой вот этой закуске. Вообще классный магазин. Мне у них и пиво нравится. И покупаю вот кучу-кучу всяких таких штук. Сейчас без пива, потому что я не пью. И вышло у меня это все на 162 рубля, грубо говоря. Да, еще забыла показать. Брала 5-5 вот такие чипсы. Раньше, я знаю, они продавались в Магните. Я когда первый раз приехала в Россию, вообще первый раз их попробовала. И меня просто пробило. Я их ела очень часто. Еще тогда я пила пиво. И вот к пиву я часто брала вот эти чипсы. Они очень дешевые. Вот эта пачка большая, обычная такая стоит. Вот эта пачка большая, обычная, стоит 43 рубля с копейками. Так что я считаю, в принципе, выгодно брать. Смотрите, какой у нас ветер и какая у нас веселья и снег. Смотрите, какой у нас веселья и снег. Смотрите, какой у нас веселья и снег. Смотрите, какой у нас веселый. Смотрите, какой у нас веселья и снег. Здравьте меня, я уже сдала документы на гражданство, всё хорошо, всё было даже очень замечательно. Правда, я платно это всё делала, поэтому я рада, что даже хотя бы платно всё прошло замечательно. Теперь бегаю и узнаю, где потом получать гражданство и что, как, какие нюансы. В общем, сходила, ещё сделала покупки небольшие, сейчас покажу, что купила. В основном такое всё, не знаю, может быть, кто-то подумает, что я вообще не питаюсь нормальной едой. Я питаюсь, просто нормальная обычная еда дома есть, а вот вкусняшек каких-то нет, и часто я покупаю всякие вкусняшки. Ну вот, допустим, в частности, чипсы, лейс с зелёным луком, какие-то новогодние, что ли, не знаю. Взяла вот такую вот жвачку, все её как-то, я помню, на ютюбе хвалили, хвалили. В общем, как-то у меня интереса никакого не было. Вот решила сейчас попробовать, ну, попробую. Так, и я к сестре еду, получается, у меня спонж, который висит у меня сейчас здесь. Он же вешается, да, за вот эту вот свою ниточку. Короче, я не знаю, где у неё я там буду вешать или не буду, чтобы потом уже не лазить, всякие вот эти штуки не покупать. Я, в общем, купила, она много места в сумке не займёт заранее, такую вот на липучке. Такой цветочек прикольный, в общем, буду у сестры на него вешать. Взяла, да, вот такие вкусняшки, давно не ела Milky Way, что-то так захотелось. И Bounty давно не ела, тоже что-то, в общем, захотелось, взяла самый большой. И взяла ещё авокадо и апельсины, в общем, да, это дело я люблю. Покупала я это всё, кстати, в магните, и честно, я давно там не была, и я в шоке вообще. Ну, по крайней мере, магнит, который вот возле нашего дома, недалеко, это капец, там столько тараканов. Блин, мне стрёмно было вообще это покупать, а я не знаю, если брать там хлеб, ещё что-то. Я понимаю, что там всё запечатано, всё как бы, ну, есть же люди, которые должны там мыть это всё, убирать там. Я не знаю, почему такая антисанитария в магазинах. Просто тараканы лазят там, как у себя дома, и такое ощущение, как будто ты не в супермаркет пришёл, а на помойку. Знаете, что самое обидное? Когда ты приходишь устраиваться в такие подобные сети супермаркетов, тебе просто ездят по ушам, по мозгам по поводу того, что ты обязан убирать, следить за своим рабочим местом. Где? Где кто следит за этим? Я не понимаю. Вот я, кстати, снимала для вас видео, и вот он мой бардак. Как вы видите, всё, что мне нужно снять, рассказать, потому что вот это всё в коробках я не повезу. Это, конечно, да. Так как я еду к сестре, и у неё есть дети, соответственно, мои племянники, я решила кое-что прикупить для них. Я просто спросила у сестры, что кто хочет. В общем, только сестре и её мужу ничего не везу. Везу себя в придачу, чтобы было с кем пиво попить. Так, покажу то, что я малому выбрала. Выбрала вот такую вот мышку игровую. Сестра сказала, что вот он хочет. Решила взять. Ему брала в Эльдорадо. Ну, не знаю, прикольно смотрится. Но, честно, я её открыла. Она какая-то такая хлипенькая, конечно. Но не дешёвая. А малышка захотела себе, увидела в рекламе вот такую вот фигню. Это пилочка шоль. Я, в принципе, уверена, что это, наверное, хрень полная. Но ребёнок захотел, почему бы и нет. В общем, это всё дело стоило не очень дёшево. Но что не сделаешь ради любимых племянников. И она говорила, там лак бесцветный идёт в комплекте. Либо отдельно продаётся. Но лака нет. Есть только вот такое вот масло. Я ему такое довольно-таки неплохое. Но чем-то взаимозаменяемо с всякими такими вещами, которые для смягчения кутикулы. Привет от сонного человека. Я вчера гуляла до двух ночи. Такое у меня бывает вообще редко. Но так как я уезжаю, встретилась с девчонкой, с которой мы общаемся хорошо. И решили просто так пойти пиццы покушать. В общем, да, посидеть, пообщаться. Потому что так то работа мешала, то времени не было из-за всяких своих каких-то дел. Да, никак не находили время мы. А вот спонтанно так всё всегда получается. У меня всегда так в жизни. Если спонтанно, то всё будет супер. А если вот как бы планируешь заранее, за неделю, получается, что нифига не получается. Ну, сейчас я себя как-то так не очень хорошо чувствую. Голова болит, горло болит. Ну, горло я знаю, я не заболела, ничего. Горло болит из-за того, что вчера орали там. Мы сидели в одном заведении, и играла музыка громко. И нам приходилось немного так перекрикивать друг друга. В общем, я такие места именно для общения не очень люблю. Я уже до конца практически собрала чемоданы. Поеду сегодня брать билет на автобусе. Поеду всё-таки решила я ехать на автобусе, потому что это не дешевле, конечно. Но на машине никто не берёт большой багаж. Поеду на автобусе, ничего страшного. На машине просто 4 часа ехать. На автобусе получается ехать 6. Ну, это минимум, по-моему, да, может быть и больше ехать. Бывает 7 часов, бывает 9 часов можно ехать. У нас снег опять идёт. В общем, то тает всё, то вот температура поднялась. Опять минусовая у нас, вернее, опустилась. Вот, и опять у нас снег идёт. Вчера, по-моему, был дождь у нас. И опять был гололёд. Погода, конечно, непредсказуемая. Я не знаю, как я буду ехать. Постараюсь, конечно, что-то снимать. Я не знаю вообще, смогу снимать, не смогу. Успею зарядить все камеры, не успею. Я ещё хотела показать вам. Купила вот такую вот штоку. Рыбий жир. Я как-то давно показывала ещё. Похожие упаковки. И мне они нравились. Эти капсулы я. Рыбий жир в капсулах этот. И мне он нравился. Я взяла вот ещё и пересыпала. Сейчас покажу. Вот в такую баночку. Это с Ментос. У меня были конфеты Ментос. И осталась вот под них баночка. Я, в принципе, сюда пересыпала их. Эти капсулы. Потому что мне будет удобно эту упаковку с собой взять. Пришёл мне заказ только что. Я заказывала опять наушники Молекула. Только красные, белые. Они уже не белые. Они очень замарки. Не хочу, короче, белые больше. Хотя круто. Всё. Я их так подчистила немножко. Оставила на лето. Буду летом ими пользоваться. Потому что вот это вот куртки, все шарфы, зимняя одежда. У неё все провода, вот эти шнуры позатирались. А летом, в принципе, нет никакой такой одежды. Они будут просто сверху телепаться и ни до чего не прикасаться. Поэтому оставила белые на лето. И взяла ещё вот такую вот штучку себе. Это стилус от фирмы Бамбо. По-моему, это фирма, если я не ошибаюсь. Стилус мини для телефона. Подходит для любых смартфонов. Вот я уже, в принципе, всё достала. Наушники те же самые, в принципе, только красные. И я думаю, звучание, в принципе, будет то же самое. Они, кстати, идут с микрофоном, что для меня очень важно и удобно. Ну, та же самая комплектация. Вот такой вот кейсик, который пригодится для любых наушников. И стилусом такой вот маленький, тоже красного оттенка. Как раз так получилось. Я не выбирала ничего. У них на сайте он один был. Кстати, если я не сказала, заказ я делала на сайте YouMart опять. У них, конечно, цены не на всё там низкие. Но бывают низкие цены. Вот, допустим, тот же стилус дешевле. Он мне обошёлся в 400 рублей. Я не знаю, может, где-то дешевле есть. Но, в общем, мне показалось, это не очень дорого. И наушники мне обошлись в 700. Так, сам стилус идёт такой вот железный здесь. Ну, такой металлический какой-то. И сам наконечник у него такой вот мягкий. Он прорезиненный. Ну, вот, будем пробовать запускать какие-то приложения. Да, немножко непривычно так использовать его. Но я думаю, я привыкну быстро. Так как я мобильный такой человек, в принципе. Для чего я брала? Для того, чтобы использовать его на улице. И зачастую ты в перчатках, да, и неудобно, допустим. Достаёшь телефон, и тебе нужно позвонить. Тебе нужно снимать перчатки. Руки мёрзнут. Нужно набрать кого-то, да. Вот, допустим, список контактов. Там набрать тот же телефон. Вот. Всё он набирает. И, допустим, даже зайти в тот же Тугис, да. И набрать какую-то улицу определённую, да. Он это всё сможет сделать. Тем более, он идёт такой вот мини. Его можно вот вставлять сюда. Допустим, в разъём наушников. И он может всё время здесь у вас находиться с собой. Но я так не буду делать, потому что наушники у меня всегда при себе. Вот. Я буду его носить просто в кармане. Я надеюсь, он никак у меня там не повредится. Ничего с ним не случится. На него есть ещё запасные насадки. Я, правда, не знаю, где их можно брать. Можно ли у них приобретать или нельзя. Да. Спасибо.